Все было прекрасно, пока ко мне не подошли два копа. Как с этим жить теперь? У меня полный живот такого. Возвластной. На своей машине? Да. Через как? Турки умеют открывать двери с помощью бутылки Пока-Колы. Самый кайф в стамбульских отелях. И эти местные деньги настолько ненадежные. Ну, получается, собрали. Ну, а теперь время уличной еды Стамбула. Это тетя, она же весь день нам сидит. White, or the, potatoes. Просто зацените этот вид. Привет, это новый выпуск на канале. Я недавно вернулся из Турции. И о том, что происходит в Турции в 2023 году сегодня, и поговорим. Итак, Турция 2023. В этом видео я расскажу как об особенностях Турции в 2023 году, так и в целом о такой стране, как Турция. Хотя мне кажется, фраза «такой стране как» странная формулировка. Каждая страна уникальна. И о каждой можно рассказать что-то интересное. И если вы хотите узнать поглубже другие страны, подпишитесь на мой канал. Здесь вы найдете как путешествия по России, так и много других стран. Например, скоро выйдет большое видео об Италии. А пока посмотрите выпуск про Стамбул. Или Барселону. Ну или путешествия по США. Мы там вообще почти всю страну с востока на запад на машине пересекли. Кстати, каждый ваш лайк или комментарий со словом «Турция» продвигает это видео. Так что заранее спасибо. Но вернемся к Турции. Так получилось, что я оказался в Турции, а конкретно в Стамбуле, уже 9 января 2023 года. И первое, что бросилось в глаза по сравнению с Москвой – отсутствие атрибутики Нового года. Ну, кроме того, что в Москве в тот момент было аж минус 20 градусов. А в Турции плюс 15. Атрибуты Нового года и Рождества действительно не часто встречаются в Турции. Ну и вы, наверное, уже догадались, почему. Подсказка. Рождество – христианский праздник, а Турция – мусульманская страна. Так что эти редкие елочки и шарики – скорее дань уважения отдельных заведений европеизации Турции, чем что-то повсеместное. А значит, за новогодним настроением сюда, пожалуй, ехать не стоит. Зато точно стоит ехать за едой. Если вас смутило слово «европеизация Турции», то дождитесь выпуска из Анкары. Там я расскажу вам про Ататюрка, который превратил Турцию, по сути, в европейскую страну. Но вернемся к еде. И сегодняшний рассказ о еде в Турции будет во всех вариантах. И бюджетное уличное, и совсем не бюджетное ресторанное. Вот, например, такое блюдо – морской петух. Это блюдо на троих стоило чуть больше 2000 лир. Ну, если уж ехать в Стамбул, надо пробовать местную рыбу. Вот, например, такого морского петуха. На курс начала 2023 года одна лира примерно 3,6-3,7 рублей за лиру. То есть, вот эта рыбина стоила примерно 8 тысяч рублей. Вкусно? Вкусно. Ну, блин, дорого. Как, собственно, и все деликатесные морепродукты в Турции. Можно, конечно, пойти в менее модные рестораны и отведать морских обитателей бюджетнее. Из ценников мое внимание привлек лобстер за 8 тысяч лир за килограмм. Это примерно 30 тысяч рублей. Но такие космические цены вовсе не значат, что у вас не получится отведать вкусные рыбки. Самый простой балык и кмек, по сути, рыба в хлебе, кажется, так и переводится, стоит 70 лир. Это где-то 250-260 рублей. Тут же рыбный рынок и запахи соответствующие. И тут же рядом дяника, который может тебе за недорого пожарить эту рыбу. Прямо вот так на улице. Такой себе очередной рыбный уличный фастфуд. Из-за инфляции цены в Турции сильно изменились со времен моих последних выпусков из Турции. И тут мы приходим к первой особенности Турции 2023 года. К 2023 году нынешний президент Турции Реджев Эрдоган вывел весьма специфичную монетарную политику. Если совсем кратко. В Турции последние годы и так бушует инфляция, а лира падает в цене. Я и сам помню, что когда-то курс лиры к рублю был около 22 рублей за лиру. А сегодня напоминаю 3 рубля 70 копеек. К не самому, надо сказать, крепкому рублю. В экономике Турции преобладают иностранные инвестиции. То есть имеется серьезный структурный дисбаланс. Ситуацию дополнительно усугубляет не самое радостное внешнее обстоятельство. В первую очередь, рост стоимости энергоносителей, матушка природа обделила ими Турцию. И сокращение туристического потока из России и Украины. Хотя сейчас сложно сказать, насколько он сократился, русских в Турции прям немало. Однако, на фоне всего этого, Эрдоган продолжает придерживаться мнения, что ключевую ставку нужно не повышать, как бы поступил Центральный банк любой другой страны. А наоборот, снижать. И снижать, и еще раз снижать. Для этого президент Турции оказывает давление на турецкий Центробанк. И, по сути, уже лишил его самостоятельности в монетарной политике. Короче, в Турции жесткая инфляция. Накопления людей тают на глазах. Товары становятся ценнее денег. В них, как бы, закладывается перспектива того, что завтра деньги, которые вы получите за товар, будут стоить дешевле. А значит, денег этих нужно получить больше. В итоге, от этой поездки в Турцию в начале 2023 года у меня сложилось впечатление, что в рублевом эквиваленте цены подросли. В общем, курс настолько плавающий, что менять много денег точно не стоит. Я вот сейчас закинул туда, у меня было 29 баксов. Мне дали 500 с чем-то, с мелочью, денег. И эти местные деньги настолько ненадежны, что этого вполне достаточно. Потом еще поменяем. А кстати, что касается самого Эрдогана. Он, конечно, свою версию экономической теории объясняет и находятся сторонники его теории. Я в эти дебри лезть не буду. Если говорить о Турции 2023 года, то ключевое событие, связанное с Эрдоганом, выборы президента 2023. Вот посмотрим, что решат турки на его счет. Тут, пожалуй, наверное, надо добавить что-то об отношении к русским или к украинцам, учитывая ситуацию между странами и вовлеченность всего мира в конфликт. Ну, по моим ощущениям, отношения и к русским, и к украинцам по деловому спокойные. Никто никаких выпадов не делает. В конце этого видео поговорим с человеком, живущим в Турции. Она расскажет все подробности, в том числе и о том, как русским живется в Турции. В виде нажительства, работе, медицине и подобных мелочах. А пока, раз уж начали про монетарную политику, перейдем как раз к тем самым монетам. Немного о насущном. Где и как поменять лиры и с какой валютой вообще ехать в Турцию в 2023 году? Тут ничего нового. Меняем в обменниках. Хороший курс будет точно не в аэропорту. И в стороне от туристических мест. Во многих туристических местах с вас спокойно и даже с удовольствием возьмут зеленые американские деньги. Но курс при этом будет еще менее выгодным, чем в самом дорогом обменнике аэропорта. Понятно, что немного денег в аэропорту поменять придется, если только у вас заранее не заказан трансфер до города. И я напоминаю, что в Турции основная религия мусульманство, а значит они отмечают мусульманский пост – Рамадан. Кстати, в Турции, насколько я знаю, называется Рамазан. Суть в том, чтобы отказаться от приема пищи и жидкостей, а также половых связей на месяц – от начала времени утренней молитвы до заката. Кто-то не ест вообще, кто-то ест только после захода солнца. В 2023 году Рамадан начнется 23 марта и закончится 21 апреля. После поста Рамазан начинается праздник Рамазан-Байрам. Это 3-4 дня, когда вся Турция гудит. А значит в отелях будут переполнены номера, в ресторанах заняты столики, в аквапарках народ тоже будет битком. Получается, где-то с 21 по 24-25 апреля в Турции в 2023 году для туристов будет не лучшее время. Выбирая даты поездки, просто помните об этом. В остальном же для путешественников нет никаких ограничений. Никто на вас ругаться не будет, если вы в дневное время будете есть на улице. Но просто помните, что к вечеру вокруг вас много голодных людей и лучше лишний раз не провоцируйте конфликты. Хотя, что касается конфликтов, надо сказать, в целом они тут достаточно редки. Да, конечно, никто не идеален. И нет стран на планете, где не совершаются преступления. Даже в одной из самых безопасных карликовых стран Андорре они тоже иногда случаются. В Турции, как и в любой стране, есть полиция, которая, кстати, выглядит весьма прилично. Они какие-то все подтянутые, форма выглядит стильно, техника современная. Но даже не это важно. Они дружелюбны к приезжим и реально вызывают ощущение, что там, где они есть, все в порядке. К сожалению, такая полиция встречается не в каждой стране. К слову, у меня не было никаких соприкосновений с полицией Турции, кроме общения с этими парнями, которые видели, как я летаю на квадрокоптере и попросили этого не делать рядом с радаром. В общем, шел я по набережной, никого не трогал, летал вокруг своим дрончиком. Все было прекрасно. Пока ко мне не подошли два копа. Я их снял, кстати, кусочек. И сказали, что типа, чувак, извини, но здесь нельзя летать. Причем это было максимально дружелюбно. Смотрите, котики конфликтуют. Э, ну-ка закончили. Мир, дружба, жвачка. Пахлава. Ребята. Все, хорош. Не, у них тут все серьезно. И вот эта красотка следит за результатом. Кажется, кто-то сейчас отхватит. Возможно, пока я буду это снимать, папа нам будут драться котики. Короче, я летал. Ко мне подошли ребята, полицейские. Сказали, что типа, извини, чувак, здесь нельзя летать. Здесь вон-то штука, радар. Котики так и стоят. Вот, летать здесь нельзя. Я говорю, а и типа, иди туда, там можно. То есть здесь нет какого-то прям вот жесткого ограничения. И никто ничего не просил удалять, никто не отслеживал, как я. Я говорю, окей, я сейчас остановлюсь. И я дальше дрон висит в воздухе. Я такие, да, и пошли. И все, никто меня не ждал, когда я остановлюсь. Никто не стоял над душой. Понятно, что это может быть не самый важный стратегический объект, но это все равно что-то имеющее значение. Если трон влетит в самолет, конечно, это будет не круто. Вот, но в целом, какая-то достаточно дружелюбная полиция. Ну и вообще, надо сказать о турецкой полиции пару слов. Она дружелюбная. Пара слов. Вообще о квадрокоптерах в Турции нужно рассказать пару слов. Летать здесь можно, но нельзя. Рядом с большим скоплением людей. Как вы поймете, где скопление людей становится большим, тут уже никакой информации нет. На дроны с массой менее 500 грамм таможня Турции не обращает внимания. Грубо говоря, они считаются игрушкой. Если больше 500 грамм и вы планируете коммерческое использование, тогда вам нужна турецкая пилотная лицензия. Еще есть правил. Взлетать выше 120 метров нельзя. По идее, если вы купили дрон не в Турции, а ввезли, то летать тоже нельзя, потому что он не зарегистрирован. Но тут лучше уточняйте, у меня никаких проблем не возникало, но я и не могу сказать, что я много летал. В Стамбуле особо не полетаешь, тут везде очень многолюдно и лучше не рисковать. А у моря летать опасно по другой причине. Чайки. И они, как в Стамбуле, так и в Турции, да, собственно, и в других частях света, всегда ведут себя по-хозяйски. Практическому пособию о том, как возить в Турцию дроны и как на них летать. В Турции запрещено летать там, где большое скопление народу. Стамбул офигеть, какое большое скопление народу. Поэтому хотелось бы взлететь здесь, но тип нельзя. Даже если хочется и вот здесь конкретно, в принципе, можно, потому что здесь вроде как вода, шансов потерять свой дрон у вас просто бесконечное множество. Они растут с геометрической прогрессией, потому что, если вы посмотрите в небо, вы просто офигеете от того, сколько здесь чаек. А чайки очень любят нападать на дрон. Впрочем, в Турции чайки как будто какие-то особенно наглые. Они тут вообще тусят, где хотят. Вот такие жирные местные голуби. Чайки здесь встречаются почти так же часто, как и кошки. Кошки вообще отлично живут на улицах в теплом климате. А в Турции климат всегда теплый. Котиков в Турции больше, чем сахара в пахлаве. Они тут буквально на каждом шагу. Кстати, если любите котиков, посмотрите видео из Зеленоградска. Это ведь российская столица котиков. Неофициальная правда, но город точно стоит того, чтобы обратить на него внимание. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Но все равно такое соседство выглядит странноватым. Уличные коты и уличные собаки. Братья, друзья, приятели, соседи. Любят они друг друга или терпят? Нам никогда не узнать. К слову, раз уж начал говорить о котиках и климате, Турция достаточно большая страна. Поэтому в различных регионах могут быть свои климатические особенности. Но в целом для страны характерны четыре типа климата. А именно, средиземноморский. Он присущ курортам Мраморного, Средиземного и Эгейского морей. Умеренно морской. Его отмечают на курортах Черного моря. Континентальный климат характерен для большей части гористой местности. Горный климат. Отмечают на большинстве горнолыжных курортов Турции. Например, в Лудаге. Средиземноморский климат. Особенности средиземноморского климата. Мягкая теплая зима с обильными осадками в виде дождя. И жаркое, сухое лето. В летнее время года дожди идут очень редко. Такой климат идеально подходит для пляжного отдыха. Температура воздуха даже в январе-феврале исключительно редко понижается до минусовых величин. А летом плюс 40 градусов и выше вполне привычное явление. Морской климат. Умеренно морской климат формируется в районах, прилегающих к морским побережням. Зима здесь мягкая и теплая. Столбик термометра редко опускается ниже нуля. Летом погода теплая и солнечная. Но не так часто бывает настоящая жара свыше 30-35 градусов. Континентальный климат. Стабильно жаркое лето сменяется такой же стабильно холодной зимой. В холодное время года осадки часто выпадают в виде снега. Возможно резкие перепады температур в течение суток. Лето наступает довольно рано, но температура воздуха редко превышает плюс 30 градусов. Такие погодные условия в гористой местности благоприятны для развития горнолыжного туризма. Горный климат. Этот тип климата характерен для армянского Нагорья. Даже в самый разгар лета здесь довольно прохладно. А зимой температура может опускаться значительно ниже нуля. На горных высотах свыше 4 километров снежный покров сохраняется в течение всего года. А температура держится в районе нулевой отметки. Чем выше горная вершина, тем ниже температура воздуха. В течение года отмечают обильные осадки. В целом, если у вас интересует пляжный отдых, сезон начинается в конце апреля и длится до октября. Ну а названия курортов типа Анталии или Алании вы и сами знаете. Они у всех на слуху. Кстати, посмотрите выпуск из Анталии, если еще не видели, он довольно забавный. И скоро будет отдельный выпуск про их парк аттракционов The Land of Legends. В то же время, в начале января 23 года, когда я был в Стамбуле, мой друг был в Анталии и прекрасно купался в открытом бассейне. А он не морж. Но ехать в Турцию стоит явно не только ради пляжного отдыха. Если вы хотите просто переключиться на что-то другое, посмотреть достопримечательности без столб туристов и не на жаре, и прекрасно покушать, особенно сладости, январь тоже отлично подходит для поездки в Турцию, особенно в Стамбул. Ну, как вы догадываетесь, скоро будет выпуск «Один день в Стамбуле». Его я крайне рекомендую посмотреть. А для этого подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новый выпуск. Кстати, о том, чтобы прекрасно покушать. Тут я, пожалуй, начну небольшой гастрономический экскурс в Турцию. Хочется поделиться с вами своими впечатлениями от некоторых блюд. Вот, например, вы знали о десерте из куриной грудки? Десерт из куриной, мать его, грудки! Это десерт из куриной грудки. Честно говоря, так себе десерт. Я бы не стал это рекомендовать. Кстати, о самом заведении. Десерт из куриной грудки я ел в кафе «Мустафа», недалеко от площади Султан Ахмед в Стамбуле. Нам сказали, что это аутентичное кафе, открытое еще в 1864 году. И оно, правда, оказалось весьма любопытным. По крайней мере, оно прекрасно, чтобы познакомиться с некоторыми турецкими сладостями. Пахлава, я думаю, не нуждается в представлении. А вот, например, у них есть такие кайфовые тортики. Вот это торт! В общем, надо ли говорить, что цены в Турции, конечно, очень сильно отличаются. И на центральных площадях, в таких вот аутентичных классных местах это и стоит соответствующих денег. Ну, что я могу сказать? Что касается сладостей, конечно, вот эта кафешка «Мустафы» это просто пушка, бомб, ватрушка. Это как с этим жить теперь? У меня полный живот такого, от чего даже от воспоминаний одни слюнки стекут. Короче, вот вам список рекомендаций того, где можно покушать. Да, недешево, но очень вкусно. А потом я нашел еще одну «Мустафу», одного, а потом еще, и в итоге оказалось, что это целая сеть. И, собственно, ребята, которые мне его посоветовали здесь, в Турции, такие типа, «Ой, да это старый, классный, исторический!» Ну, получается, соврали. Но от этого менее вкусно не стало. А исторический, видимо, первый объект, первое кафе из этих «Мустафа», оно, скорее всего, и было в 1864 году. Смотрите, какая красивая улица. Это тоже прикольная штука, называется «Кюнефе». Я помню, что я это ел, но я не помню, сколько это стоило и насколько это было вкусно. Сейчас, собственно, будем тестировать. Так вот, «Кюнефе». Я что-то не успел сразу вам записать свои впечатления, хотя впечатления есть. Короче, это очень сладкая штука. Да, там внутри сыр, она тянется. Фисташек они пожалели. Там, по идее, должно быть прям много фисташек сверху. Но смысл в том, что это настолько сладко, что один я так и не смог это съесть. Я отдал половину ребятам, с которыми сидел. Есть смысл брать его с мороженой. Ладно, двигаем дальше. Ну, а теперь время уличной еды Стамбула. И первое, о чем попробуем, называется «Гюзлеме». Такая вот лепешка тетя делает. Очень, кстати, прикольно это происходит. Я буду с мясом и сыром. Сейчас затестим. Субтитры сделал DimaTorzok. Вообще, надо признаться, обожаю снимать, как люди готовят еду. А второй момент, о котором хотелось сказать. Вот эта тетя, она же весь день там сидит. Наверняка все затекает, она устает. Но при этом она улыбчивая, дружелюбная. Такая вот работа. Все работы краши. Выбирай на вкус. Минутка афоризма. Ну, что, попробуем. Как это называется? Гюзлема. Можно медленнее? Гюзлема. Попробуем гюзлема. Гюзлему. Вот ее. Еще и ранчика сверху капнем. С айраном все становится вкуснее. Главное, быть недалеко от уборной. На всех случаях. Вкусно. Можно брать. Кроме сладостей, конечно, в Турции обязательно нужно лопать морепродукты. Если вы в Стамбуле, стоит заглянуть хотя бы разок в ресторан на крыше. Их тут полно. Сегодня по-модному пошли праздновать приезд в Стамбул. Просто зацените этот вид. Это же крутяк вообще. У некоторых гостиниц прям есть такой ресторан, где у вас каждый день будут ждать завтраки. У нас, например, было так. Короче, самый кайф в стамбульских отелях, это именно вот эти веранды. Поэтому, по возможности, ищите отель с верандой. Это там и стоит. Смотрите, какая красота. А вот, например, в другом таком заведении был вкусный осьминог. Хотя я недавно узнал, что осьминоги очень умные существа, и есть их, честно говоря, жалко. Но зачем они тогда такие вкусные? В общем, морепродуктов в Турции, естественно, много всяких разных. От барабульки до лобстеров. Выбирайте на вкус и бюджет. А сейчас я отведу вас в заведение, которое вы точно не найдете в России. Это место, как минимум, стоит того, чтобы его посетить. И это очень вкусное, наверное, место. И точка, а нет, не точка. Зайдем в турецкий Макдональдс. Так, Биг Мак. Чизбургер двойной. Бургер. Классическое меню. Мак-чикен. Мак-чикен меню. Бургер меню. Чет-квартер-паундер меню. Вот это из фильма. Квартер-паундер это Квартер-паундер, как на Russian accent. Ты из Криминального Читива, помните вот этот эпизод? А знаешь, как они там в Париже называют четвертьфунтовый чизбургер? Что, они не называют его четвертьфунтовый чизбургер? Пути. Эй, я нашел тебя в Макдаке. Да. Йо-йоу. Этот тип живет в Турции уже Сколько? Три месяца. Три месяца и возвращается в Россию. Расскажи нам в трех словах. К чему ты возвращаешься? Что у тебя? Ничего не волнует в этой жизни больше? Походу. Как тебе в Турции? Давай три лайфхака Астамбуль. Астамбуль? Ну или вообще Давай три лайфхака Астамбуль. Давай три лайфхака Турции вообще. Или три чего-нибудь. Относительно дешево. Ну, относительно. Не, это понятно. Я про то, что Что вот ты заметил Интересного в Турции Вот сейчас. Приятного аппетита. Тяжелые вопросы. Спасибо. Ну, на что ты вообще обратил внимание? Ты был в Турции до этого? Лет. Этим летом Мы ездили на своей машине, получается. Из Москвы? Из Москвы. На своей машине? Да. Через как? Через Грузию. Вы выехали в Грузию Через Верхний Ларс, получается? Когда это еще было нормально. Ну, и сейчас возможно, кстати. Но в какой-то момент было нет. Мы еще семь часов пробки простояли. Поэтому все нормально. Нас хотели развернуть. Там не было какой-то бумажки. И мы поехали на велики в ближайшую деревеньку. Там сколько? 15 километров, получается. Потусовались два дня, пока нам документ сделали. Вернулись обратно. Съездил на велики. Получается... Что у нас там? Какой город ближайший? К кому? В России? Да. О, я не знаю. Здесь появится напись. Вот в этом городе, да. Вот. Получается, гонял туда на велики с документом, обратно вернулся. И мы уже поехали, получается. Через границу. И дальше уже в Турции. И что изменилось с летом в этом году в Турции к январю? Кроме того, что очевидно похолодало. Да, похолодало. Цены чуть повыше стали. Но в целом, народ хороший, доброжелательный. все круто в плане, так сказать, верности, элементарного поведения. Но друг друга понимать не стали. Ну, в смысле, они не выучили русский, ты имеешь в виду? Ну, да. Или ты не выучил английский, или турецкий. Либо турецкий. Да, да. Расскажи в трех словах, какой гостишке ты сейчас остановился, сколько ты за нее платишь в сутки, и нормальная ли она? Название не обязательно. Вообще, они за это ничего не заплатили. Гостишка в целом нормальная. Правда, 16 квадратов. На двоих, как бы... Вся гостиница, очевидно. Номерочек, получается, 16 квадратов. Но для одного, в принципе, достаточно. Для двоих маловато. Сколько стоит? По цене, по цене... Слушай, даже не сориентирую. Я полчаса на двоих брал, на недельку. У нас, по-моему, если не ошибаюсь, обошлось 280 долларов. А, ты в баксах платил? Кублером. Но считаешь в доллар? Ну, изначально на сцене в обдалах, поэтому... 280 долларов? 5600 лет. Ну, грубо говоря, плюс-минус. А в рубли? Это что-то типа 20 тысяч рублей на неделю. Да. Но это не дешево. Но и вы в 20 минутах ходьбы от центральной площади. Что, в принципе, кстати, за 20 тысяч на неделю двухместный номер нормальный. Ну, просто вот здесь есть номера и подороже, поближе. Чем ближе к основным достопримечательностям, тем, естественно, дороже. Ладно, окей, что ты ешь? Давай, эта история про Макдональдс, на самом деле, была. Очень кратко. Расскажи мне, что ты ешь и чем оно отличается от вкусно и точка. Тебе вкусно? Мне пока нормально. Ну, это пока. Суса у них, конечно, ужасный. Кто у них? Суса. Суса. Суса? Суса. 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 Ну, и что это написано? Дабл Биг Мак. Хрень знает, я еще не пробовал. Орто Спрайт, Орто Потейтос. Картошечка, Дабл Биг Мак. И Спрайт. Короче, попробуй Биг Мак и скажи нам, это такой же Биг Мак, как вкусная точка, или это все-таки вкусная? Обращайся. Не дай бог. Я только что поел. Первый раз решили поесть это гадости, до этого не хотел в Макдональдс вообще. Ты понимаешь, что миллионы увидят, как ты ешь в Макдональдс? Ну, как миллионы? Ну, тысяч 10, может. Может, сто. Картошка нормальная, а вот соус. А может, до этого момента никто не досмотрит? Че, как, картошка нормальная? Картошка нормальная, а вот соус ни о чем. Че за соусы здесь и не отличаются от российских? Соус там, не знаю. Какой-то соус, кетчуп и майонез, все. Ты че не брал сырный? Голоментарно спроси, даже не смотришь. Ты не знаешь, как сыр по-английски? Зашел заказать комбо, не заморачиваться и все. А сколько по себе цитала? 140 лев. А, в рублях? Показывает. Если умножать на 4, 560. Ну, не скажешь, чтобы дешево, да. Че-то в России Макдональдс, когда был Макдональдс, он был дешевле, да. Че-то один бургер, картошка и... А комбо не было там какого? Это и есть комбо. А, это комбо за 500 рублей? Ну вот, за эти же... Сколько это сказала лир? Да, 140. За эти же 140 лир можно съесть очень прикольный какой-нибудь кебаб на улице или кирык... Блин, как она называется? Ты помнишь, как эта штука называется? Рыба в хлебе. Балык Акмек. Она стоит от 60 до 100 в среднем. Ну, вот так вот, если пошариться. И это будет, ну, рыба, которую только что поймали в Босфоре, ну, может быть, вчера поймали. Ну, если... Может, позавчера. И это, по крайней мере, точно будет аутентичная турецкая еда, поэтому Макдональдс не самое лучшее решение. В крайней случае, да? Вообще крайней. Но вот, такое вот решение. Ну, а мы двигаем дальше. У нас еще куча всего интересного есть посмотреть, в том числе и из еды в Турции. Если в Турции вы идете по улице, к вам подходит человек, говорит сюда-сюда, это не значит, что нужно идти туда. Это значит, что он просто хочет пригласить вас в свое заведение, где он работает. Но идти туда или нет, это только ваш выбор. Пожалуйста, не ходите везде, где вам говорят, сюда. А еде в этом выпуске, пожалуй, и хватит. Вот только на свежевыжатые соки хочется обратить отдельное внимание. Они тут на каждом углу. Апельсиновый И гранатовый Точно вас порадует. А летом освежат. Вообще, в старых выпусках Истамбула были и другие турецкие блюда. Рекомендую их посмотреть. Выпуски уже на канале. Да и в новых выпусках из Турции будет еще немало классных турецких блюд. Напишите в комментариях, если вам интересна эта тема. Турция, кроме еды, еще славится своим текстилем, коврами, шубами и, например, вот сумками. В общем, сюда не зря в 90-е ездили за товарами, которые активно везли в страны бывшего СССР. Может помните, в 90-е была такая тема? Да и не тут в 90-е. Турки чем славятся? Коврами, посудой в какой-то смысле и шитьем. Турецкие спортивные костюмы и турецкие, конечно же, сумки. В Турции и раньше, и сейчас можно купить брендовую сумку. Правда, сшита она будет не там, где ее обычно шьет. Но и стоит она будет гораздо дешевле. Судя по тому, что тема с интервью заходит, ну, вы, по крайней мере, в комментариях пишите, что вам это нравится. Я решил взять еще одно интервью у человека, который уже год живет в Анталии. Это моя еще одна однокурсница. Ее зовут Лучия Пастике. Она актриса, но в Анталии она фотограф. Привет, Лучия. Привет, Антон. Я же правильно сказал? Ты фотограф? Да, я фотограф. Все правильно. Мы твои фотографии сейчас где-нибудь даже покажем. И можем внизу оставить ссылку в описании, будет на ее профиль. В Телеграме. Если вы захотите хорошего фотографа в Анталии, вы знаете, где его искать. Так, ну, поехали. Давай, у меня есть прям список вопросов. Я у тебя его спрошу. Первый вопрос, конечно, самый такой актуальный. Вот мы сейчас снимаем 7 февраля, а 6, если я не ошибаюсь, буквально вчера или позавчера случилось землетрясение в Турции. Я так понимаю, что тряхануло всю Турцию? Как вообще с Анталией не задело? Да. Дело в том, что вчера произошла большая катастрофа. Действительно, для Турции это большой удар, потому что уже сегодня, по последним данным, вот когда я смотрела в Телеграме, там было написано, что 4,5 тысячи человек погибли, но это включая и Сирию тоже, и огромное количество раненых, и очень много домов просто сложились, и даже исторические крепости, и во всей Турции на неделю объявлен траур. У детей только-только вчера закончились каникулы, но было принято решение на неделю их продлить, вот, и поэтому у нас в Турции будет траур еще на неделю. Анталию не задело, но некоторые все равно ощущали толчки, по крайней мере в чатах писали, что ночью там видели, как люстра качалась, или как штора двигалась. Но у нас все хорошо, у нас нет разрушений. Мне очень нравится, что, знаешь, за ночь очень много людей объединилось, и вчера и сегодня очень много людей несут гуманитарной помощи. Здесь есть недалеко от Анталии такая деревушка, которая называется Каш, и там люди скупили весь магазин в Акики просто для того, чтобы передать вещи в помощь тем, кто нуждается. Но сейчас очень много помощи собираются. Собирают подогреватели, собирают одеяло, собирают все палатки, все, что может пригодиться людям, которые остались на улице. Потому что, как я читала, очень много человек на улице, и они не могут зайти в свои дома, потому что угроза обрушения все еще сохраняется. Поэтому такое грустное событие. Да уж, блин, даже не знаю, что сказать по этому поводу. Конечно, просто жалко людей по-человечески. А это вообще частое явление? У вас бывают толчки под землю? Ну, типа, Турция сейсмически активное место? Да, Турция. Я сегодня как раз смотрела, по-моему, на пятом или на шестом месте по частоте вообще подземных толчков. Но, ты знаешь, часто приходят оповещения от Гугла, что вот будьте осторожны, сейчас там есть какие-то подземные толчки. Но на моей памяти я здесь с июня, то есть ни разу я прям не ощущала. Ну, в общем, это, конечно, печально, но мы немножко не про это. Мы, в принципе, про путешествия и про Турцию. Вот конкретно этот выпуск про Турцию в 2023 году. И такой самый первый логичный вопрос. Как, по-твоему, какие вообще особенности в Турции именно в 2023 году? Что там такого глобального произошло? Ну вот, как оно будет происходить, потому что, ну, 2023 год не так давно начался, и каким был 2022-й? О, это интересный вопрос. Потому что на самом деле все очень быстро меняется. Вот мы приехали в Турцию в июне и осознали буквально под Новый год, что очень многое изменилось всего. Потому что еще в июне нам приходилось искать, например, красные банкоматы, Зирадбанка, чтобы снять деньги с карты МИР. Сейчас, то есть, карты МИР уже не работают, и они просто лежат дома в коробочке. Сейчас уже приходится искать какие-то другие способы получать деньги. То есть какое-то время можно было снять в других банкоматах. Сейчас вообще с картой МИР ничего не снимешь. И все так быстро меняется. И, ну, мне так кажется, что Турция очень быстро меняется. По крайней мере, моя жизнь здесь меняется гораздо стремительнее, чем в России. К сожалению, я думаю, что, видишь, если бы мы записали, например, до 26 декабря интервью, то оно бы получилось одним. А сейчас оно получится уже совершенно другим. Дело в том, что 26 декабря вышел какой-то новый закон. Он как будто не очень официальный. То есть перестали давать так хорошо в НЖ русскоязычным людям с русским паспортом, как это делали раньше. Сейчас очень много отказов. Вот, например, на днях пришел отказ моему другу. Он сюда приехал в сентябре. И подавался в декабре. В общем, в январе ему назначили рандеву, то есть встречу, чтобы подать документы. И сейчас вот ему отказали. И сейчас очень многим людям отказывают в НЖ. И поэтому будет такое ощущение, что люди будут действительно приезжать только на отдых и уезжать обратно через два месяца. Это из грустного, опять же. Так что дело в том, что игры все очень быстро меняются. А сейчас два месяца можно находиться в Турции без каких-то дополнительных... Ну да, людям с русским паспортом можно находиться не более 90 дней в течение полугода. Но одна поездка не может быть дольше, чем 60 дней. То есть, если ты приехал на 45, например, ты выезжаешь и снова заезжаешь еще на 45 дней. Если ты приехал на 60 дней, да, максимум, ты должен выехать, и у тебя тогда есть еще 30 дней в течение полугода, чтобы здесь находиться без визы, без вида на жительство. Ну, то есть виза ран, по сути, тоже... Какая своя версия виза рана? Типа выехал и сразу въехал. Да-да-да. Дело в том, что Турция вообще очень гостеприимная страна. Вот, по крайней мере, у меня самые лучшие впечатления за 2022 год, потому что, действительно, это была такая спонтанная поездка, когда мы собрали вещи, и наше знакомство с Турцией началось с Бодрума. Бодрум — это вообще прекрасное место, прекрасное побережье с Эгейским морем, и удивление было огромное, что Турция именно такая. Дело в том, что я до этого не была никогда в Турции, представляла себе что-то совсем другое, что-то очень восточное, но на самом деле Турция, особенно некоторые ее места, вполне себе европейские, очень похожа на Европу. У меня будет, раз уж мы об этом заговорили, отдельное видео про Анкару, и в Анкаре есть памятник Ататюрку, там целый мавзолей, и Ататюрк — это, по сути, человек, который сделал Турцию в какой-то степени европейской страной. То есть то, что там не арабская вязь, а латиница, это в первую очередь заслуга Ататюрка. Так, окей, понятно. А у тебя как с ВНЖ? Вы получили? Успели? Ну, дело в том, что мы подавали в НЖ по поручительству, то есть мы приехали... Почему мы выбрали вообще Анталию? Мы сначала поехали в Бодрум, познакомились с Бодрумским побережьем, и у нас знакомая подруга нас пригласила в Анталию, чтобы пожить у нее несколько месяцев, пока мы не найдем жилье, пока мы не обустроимся здесь. И тогда тоже были какие-то волнения с видом на жительство, но они начались вот именно в 2022 году, до этого очень хорошо всем давали вид на жительство, по тем, у кого есть русский паспорт. И она нам помогла, то есть мы подавались не как по аренде, вот как сейчас мы живем по аренде здесь, и то есть в НЖ у нас есть по аренде. Мы подавались по поручительству, то есть она взяла за нас ответственность, что мы вполне себе платежеспособны, что если что, она за нас вручается, и мы получили в НЖ на срок, до которого у нее заканчивался в НЖ. То есть у нее вид на жительство до 7 апреля, поэтому мы получили до 7 апреля в НЖ. Потом мы нашли квартиру, сняли квартиру, пошли, прописались, то есть и теперь у нас вид на жительство до 7 апреля. И нам вчера вот буквально пришло уведомление, что вы можете продлить его. Все классно, только с продлением тоже проблемы. Поэтому мы сейчас думаем, возможно, мы останемся здесь до 7 апреля, потом до 6 апреля, тоже сделаем свой визарат, и приедем, и еще два месяца здесь останемся, как туристы. Но договоры на квартиру у нас до ноября, то есть у нас надо договоры, и нужно будет тоже с этим что-то придумать. Раз мы как раз подошли к квартирам, расскажи, пожалуйста, а как вообще, собственно, с квартирами, как вы нашли жилье, как это сейчас, реально ли найти жилье в 20-м, нашим любимом третьем году, которое только что наступило, и сколько это стоит? Видишь, Турция очень разная, и она действительно разная не только по колориту, даже Анталия, она очень разная, есть очень много разных районов, и они отличаются не только по визуальной какой-то составляющей, например, вот сначала мы жили в районе, который называется Нелитем, и там было очень много зелени, парков, и до моря полтора километра, а сейчас мы живем в очень турецком районе, он называется Кипес, и здесь есть очень много домов невысоких, то есть вот я живу в четырехэтажном доме, здесь вокруг, собственно, четырехэтажные, пятиэтажные дома, и это очень семейный район, здесь живут спокойные семьи, здесь рядом под окнами школы, то есть прям слышно, можно видеть, как родители из окон своих квартир смотрят, как там их дети в дворе школы, то есть такой очень спокойный, очень турецкий район, и практически, ну, по крайней мере, в нашем дворе нет больше русскоязычных людей, то есть мы очень редко слышим здесь русскую речь, и этот район, он по ценам и вообще по уровню жизни, он не такой дорогой, то есть нам очень нравится, что здесь все доступно, но есть районы в Анталии, которые действительно у моря, например, это очень дорогие районы, и в них, чтобы жить, нужно быть состоятельным человеком, поэтому все зависит от того, что ты выбираешь. Какой-то нижний порог, вот как ты себе представляешь, за квартиру, чтобы была кухня, комната хотя бы одна, ну, одна, и все, вот кухня, комната, вот какая квартира? Ну, смотри, здесь квартира вообще делится на, то есть когда ты видишь объявление на квартире, ты можешь увидеть там 2 плюс 1, 3 плюс 1, то есть 1 это всегда кухня, есть там 2 плюс 0, 2 плюс 0 это значит 2 комнаты, и кухня встроена в одну из комнат, то есть плюс 1 это обычно кухня, и здесь очень много больших квартир, вот именно больших квартир у нас, сейчас мы снимаем квартиру, нам невероятно повезло, я считаю, у нас 3 плюс 1, то есть у нас 3 полноценные спальни, одна гостиная и одна кухня, то есть у нас огромная квартира, действительно просто огромнейшая квартира, это мы выбрали, потому что мы фотографируем, то есть у нас была потребность в том, чтобы потолки были высокие, зал был большой, чтобы можно было фотографировать, все, чтобы было белое, вот, и мы снимаем очень дешево квартиру, ну, я скажу цену, я думаю, что тут нет какого-то секрета, это 6 тысяч лир в месяц мы платим, и плюс еще вода, свет, выходит недорого, но ключевой момент такой, что почти все квартиры здесь даются пустые, то есть у тебя есть только стены, встроенный кухонный гарнитур, при этом может не быть ни плиты, ни холодильника, ну, вот как у нас, например, ни плиты, ни холодильника, ничего, то есть у тебя есть просто шкаф на кухне, грубо говоря, большой столешница, и в душе, например, даже нет водонагревателя, все это нужно покупать и устанавливать самим, но при этом квартира стоит очень дешево, и почему ключевой момент того, чтобы снять как можно дешевле, потому что хозяева просят оплату за полгода вперед, или чаще всего за год вперед. Нифигасе. Получается, вы купили всю технику и мебель в квартиру сами, а что будет, когда вы оттуда будете выезжать? Вы это как куда-то себе... Мы планируем продать технику, например, бытовую технику, мы купили поддержанную, здесь это очень популярно, то есть есть продавцы поддержанной бытовой техники, они примерно делают следующим образом. Ты звонишь им, либо пишешь им, они тебе привозят все, что нужно, тебе холодильник, машинка, посудомойка, и потом, когда ты уезжаешь, ты можешь им же позвонить, и они у тебя за полцены без технику обратно возьмут, и потом кому-нибудь снова дороже продадут. То есть это очень популярно здесь. И также здесь популярны... Прям можно увидеть целые кварталы, поддержанные мебели. Но мы заказывали здесь, есть такой популярный сайт, Trendyall, и мы почти всю мебель заказывали там. То есть тебе привозят с доставкой на дом или с доставкой на склад, в общем, как ты сам захочешь. Ну, давай еще про квартиры, наверное, скажу. Есть квартиры, которые сдаются в домах с бассейном, например, в домах, где вокруг облагорожена территория, то есть тут такой сбор, который называется Айдат. И это, ну, это сбор за то, что ты пользуешься бассейном, за то, что у тебя есть сад, например, ухоженный. То есть эта сумма тоже очень разная. То есть кроме того, что ты заплатил полностью за квартиру, за аренду, ты еще платишь каждый месяц Айдат. Ну, вот, например, в нашем районе его нет. Мы платим только за общий свет дома или там за общую воду дома, но мы не платим этот снос. Но я слышала, что в Стамбуле этот Айдат может доходить до нескольких тысяч лир, в зависимости от того, насколько у тебя классный район вообще, ну, то есть по уровню жизни. Раз уж про денежки заговорили, расскажи вообще, ты уже все считаешь в лирах, я так понимаю, и вот мозг перестроился на лире. А как с заработками, то есть вы в основном зарабатываете фотографии в Анталии, если я правильно понимаю? Ну, не совсем. То есть дело в том, что вообще здесь с туристическим видом на жительство, которое дается по аренде, нельзя работать. То есть чтобы тебе работать, тебе нужно сделать себе разрешение на работу. и ходят такие сказки, то есть я не знаю, насколько это правда или нет, что если ты хочешь открыть свое дело, ты должен нанять на работу пять гражданов страны Турции, вот, и только тогда ты можешь работать. То есть если ты хочешь ЕП, то вроде как тебе нужен турецкий директ. Но я не знаю, насколько это правда, потому что я не собираюсь здесь открывать ЕП. Мы работаем, как фотографы, вот мой молодой человек снимает видео, мы работаем в основном с русскоязычными клиентами, и также мы выставляем фотографии на одной зарубежной платформе, фотографии и видео. Турецких заказчиков у нас нет, у нас есть только русскоязычные, то есть мы снимаем иногда какие-то вещи для Валдбери, Сазон, иногда снимаем рекламу, иногда снимаем людям контент для наполнения Инстаграм, для наполнения сайта. То есть вот так проходит наша работа. А как вообще, есть какие-то знакомые, кто как искал работу в Турцию, кто приехал и прямо в Турцию работает? Как с этим? Не знаю, сложно, легко? У меня именно таких знакомых нет. Вот сейчас у меня один друг, он ходит на собеседование по отелям, то есть здесь популярная работа в отеле, и он ходит на собеседование, он хочет устроиться в отель, чтобы работать весь сезон. Пока он проходит собеседование, ему обещали на днях дать ответ, возьмут его или нет. Проблема же в том, что большинство из нас не знает турецкий язык. Он очень сложный для восприятия, то есть у меня, например, большие сложности. Я, в общем, я думала, что я хорошо учу языки, мне казалось, что у меня талант, что я очень быстро все схватываю, но с турецким языком, к сожалению, это не так. Оказывается, у меня в одно ухо действительно влетает, и тут же я ушла и забыла. Какие-то слова базовые я уже знаю, но мне очень сложно, то есть я запоминаю только какие-то ассоциативные вещи, то, что совсем чужеродно, то очень быстро вылетает. И поэтому без знания языка здесь работу, в общем-то, насколько я знаю, сложно найти. Недавно я ходила на встречу киножников в Анталии, то есть все люди, которые имеют отношение к кино, к съемкам, устроили встречу, и там как раз обсуждали эти вопросы, что нужно, даже если ты просто проводишь некоммерческую съемку, и вас строит человек со штативом, в общем-то, к вам уже могут подойти и спросить, а что вы здесь делаете, и вы должны показать бумажку, что вы согласовали съемку, если вы выбираете какое-то место очень важное для Турции, например, какую-то достопримечательность или еще чего-то, то вы должны показать бумажку, и с вами в этот момент тоже должен быть гражданин Турции, чтобы он мог объяснить и сказать, да, вот я за ней вручаюсь, они ничего плохого не сделают. Вот я узнала такое, для меня это было, конечно, новостью, потому что за все время, пока мы ходим с фотоаппаратом, к нам никто ни разу не подошел, но оказывается, вот могут подойти и спросить такую бумажку. Ну, я так понимаю, что это если вы именно со штативом, есть прям такое разграничение, оно в России тоже есть, если ты на Красной площади снимаешь со штативом, то вроде как, типа, съемка уже профессиональная, а так ты можешь бегать с фотоаппаратом и на той же Красной площади снимать, что хочешь. Ну, да, здесь же очень много туристов, да, есть туристическая полиция, кстати, очень часто можно увидеть, но вообще здесь очень много сотрудников полиции постоянно, но я говорю, ко мне и к моим друзьям еще ни разу не подошли, ничего не спросили, хотя мы достаточно часто ходим с фотоаппаратом, снимаем для себя, для удовольствия, но иногда для клиентов тоже. Слушай, вот у нас мы должны были с тобой писаться, наверное, почти неделю назад, и там, может быть, не пять, и у тебя случилась такая неприятная история, ты лечила зуб, насколько я понимаю, даже вырвали. Можешь рассказать в трех словах вообще про медицинские услуги, ну, вот ты сейчас конкретно прям столкнулась с медицинской системой Турции, как это выглядело, сколько это стоило, насколько это отличается от России, я не уверен, что ты много зубов в России вырывала, но вообще в целом, как это происходило? Ну, смотри, дело в том, что когда ты получаешь вид на жительство в Турции, то ты покупаешь страховку, то есть, чтобы подаваться на вид на жительство, ты покупаешь страховку, и ты можешь выбрать, в зависимости от того, часто ли ты обращаешься к врачам или нет, ты выбираешь, то есть заплатить подороже и получить потом компенсацию, то есть 80% тебе компенсирует того, что ты отдаешь на лечение, ну, у нас вот действует 60 на 40, то есть 60 мы, 40% страховая компания. Но мы еще ни разу не обращались по своей страховке, в общем-то, не доходило до того, что к нам нужно обратиться. Но очень многие мои знакомые, которых я читаю в Телеграме, в Инстаграме, они обращались и остаются довольны сервисом. В общем, я обратилась в частную клинику, в частную стоматологическую клинику, я потратила день на то, чтобы ее найти, я писала во все чаты, Телеграм-чаты, здесь это очень популярно, то есть любой вопрос, который тебя волнует, ты его не можешь решить, ты пишешь в Телеграм-чат, чатов много, людей отзывчивых тоже много, и, в общем-то, тебе присылают какие-то свои опыты, свои данные о стоматологии. Я собрала большую базу и выбрала я стоматологию, в которой лечились мои знакомые, потому что, ну, если знакомые говорят, что довольны, ну, то я тоже пойду. И я не лечила, я в данном случае, мне удалили зубы, будут, если я здесь останусь, в этой клинике, ставить потом имплант, но не просто посмотрим, останусь ли я здесь или нет. Я осталась очень довольна, потому что ты приходишь, тебя встречают на русском языке, тебя сопровождают на время всего процесса, двое переводчиков, то есть всё, что тебе говорят врачи, тут же переводится, причём с двух сторон, то есть когда ты лежишь в кресле, здесь у тебя доктор, здесь его ассистент, там ещё один ассистент и два переводчика по бокам, прелестные милые девушки, которые тебе рассказывают, что происходит. То есть если вдруг что-то, только ты подаёшь какой-то сигнал, знак, что тебе некомфортно, весь процесс останавливают, у тебя спрашивают, что происходит, всем ли ты довольна, либо что-то случилось. То есть мне очень понравилось. По ценам, если сравнить с частной клиникой в России, то здесь дешевле. Не сильно, но дешевле. Из минусов мне не дали таблетку, обычно когда удаляют зуб или лечат зуб, потом дают тебе таблетку, в российских клиниках потом тебе дают таблетку, если заболит, обязательно выпей. Здесь мне ничего не дали с собой, кроме ватных кисков, чтобы можно было остановить кровотечение из зуба. А так вот. Вот единственное, наверное, отличие было из такого, как будто мне казалось, упущение. А так всё замечательно, я очень довольна, в пятницу ещё пойду дальше лечить зубы. А, хорошо. А если не секрет, какой порядок цен, сколько стоило удалить зуб? Вот вся вот эта вот огромная процедура с кучей народов. Я заплатила 1000 лир за удаление, а лечение, вот именно в следующий раз я буду приходить, и это будет полторы тысячи лир лечения одного зуба. То есть, ну, это минимальная стоимость. То есть, если выяснится, что там что-то с каналами или ещё с чем-то, то это будет, мне сказали, около 3000 лир. А как вообще с инфляцией? Вы с июня живёте, ещё типа год не прошёл, но в целом сейчас очень много разговоров о том, что в Турции дичайшая инфляция. Я сам помню, там в каком-то году, ну, это было почти лет 10, теперь уже назад, лира стоила аж 22 рубля с копейками, а сейчас она стоит типа 3,7, 3,6, вот что-то такое в рублях. За то время, что вы там находитесь, как сильно изменился курс, и даже не курс, а цены, вот вы можете прямо отслеживать, что там, условно говоря, в июне буханка хлеба стоила одних денег, а сейчас это стоит уже других. Есть такое? Да, на самом деле цены повысились и существенно повысились, но то есть самый непредсказуемый рынок это аренда из-за наплыва людей, то есть цены выросли там на 160, на 170 процентов в месяц аренда выросла, то есть я читала сообщения, я говорю, мне повезло, у нас просто очень дешёвая квартира, но мы сами её искали, то есть мы, тут есть популярный сайт сахибиден, там ты набираешь аренда и ищешь, и списываешься с риэлторами, тоже ещё одна проблема, это написать им на английском, на турецком, в общем, те, кто тебе отвечают на английском, ты, естественно, с ними быстрее связываешься, те, кто на турецком, ты с переводчиком, всё через WhatsApp здесь происходит, вот, и мы, ну, сами, мы просто исключительно сами искали квартиру, нашли риэлтора, все квартиры через риэлтор раздаются, и риэлтор берёт стопроцентную себе комиссию за месяц, вот, поэтому достаточно это всё, ну, он же работает, поэтому помогает тебе на английском языке связаться с хозяином, потому что хозяева квартиры, оказывается, боятся иностранцев, но они боятся, что иностранцы просто уедут и не заплатят, ну, в общем-то, имеет это основание, и вот рынок аренды это самая непредсказуемая вещь, потому что цены поднимались летом до каких-то вообще невероятных высот, то есть у меня есть знакомые, которые снимают за тысячу долларов квартиры, есть за 600 долларов, вот, я говорю, нам просто действительно повезло, но это поиск ногами, это примерно полторы недели, мы ходили, смотрели квартиры, искали, созванивались, разговаривали, то есть вот, ну, я говорю, мы выбрали квартиру, нам не так было важно, пустая, она не пустая, есть ли здесь что-то или нет, кроме какого-то площади и потолки, для того, чтобы было светло, вот, по поводу цен бытовых, да, цены повысились, то есть, существенно, я бы сказала, давай там, на примере чашки кофе, например, когда мы приехали, кружка кофе в кафе стоила примерно 20, 25 лир, то есть, это достаточно недорого, по крайней мере, если сравнить с Россией, да, то есть капучино за 20, за 25 лир, то есть, ну, там до 100 рублей не доходило. Сейчас, вот вчера буквально мы ходили в кафе с моим молодым человеком, мы заплатили по 45 лир за кружку кофе, то есть, ну, почти в два раза. и есть, например, сеть старбакс, очень популярная здесь у русскоязычных людей, и мы, когда приехали, тоже были невероятно удивлены дешевыми ценами в старбаксе, сейчас цены повысились существенно, то есть, уже там, латте или капучино за 60 лир можно купить, вот раньше можно было купить тоже за 33, за 30 лир, в общем-то, цены существенно выросли. И также на продукты, то есть, 20 где-то, ну, если там какие-то продукты, типа мяса, еще что-то, то там уже существенно. Из дешевых это фрукты, вот, например, сейчас сезон клубники, и вот мы с тобой договорим, я схожу на рынок и куплю клубнику, там она продается за 40 лир килограмм, то есть, это очень дешево, и клубника в феврале, в начале февраля, это, конечно, для меня что-то новенькое. Нет, это очень круто, я вот сейчас только что приехал из Стамбула, это было начало января, и клубника стоила, ну, типа 150 лир за килограмм, но это тоже, ну, при том, что это где-то практически туристический район Стамбула, там чуть-чуть недалеко от площади Султан Ахмир, поэтому, конечно, вы, кстати, были в Стамбуле? Нет, мы еще не были в Стамбуле, но мы собираемся туда, потому что, например, мы здесь занимаемся пленочной фотографией, снимаем на пленочный фотоаппарат, и у нас фотоаппарат маме, это средний формат пленки, и здесь, оказывается, не проявляют ее, и лаборатория, в которую мы ходим, они отправляют пленку в Стамбул, и мы решили, что нам самим нужно поехать, и вообще посмотреть, что там за лаборатория, познакомиться с другой частью Турции тоже бы очень хотелось. Ну, слушай, я, конечно, рекомендую Стамбул однозначно, как и Анкару, в Анкару мало кто ездит, но туда тоже стоит заглянуть как-нибудь, если будет возможность, если вы надолго останетесь в Турции. Слушай, у меня, по сути, остался последний вопрос, что бы ты посоветовала, даже вот, я прям прочитаю, да, собственно, прочитал, что бы ты посоветовала тем, кто хочет переехать в Турцию, вот в 2023 году или просто съездить в путешествие, потому что очевидно, что деньги надо брать наличкой, очевидно, что, видимо, надо брать валюту, а что еще ты можешь добавить вообще вот туда, вот копилочку? Из того, что я живу здесь с июня, то есть это, получается, почти 8 месяцев, то я бы посоветовала приезжать сюда, наверное, с открытым сердцем, я бы так сказала, потому что мне кажется, что когда ты сам хорошо расположен к людям, когда ты приезжаешь с какой-то добротой в сердце, то как будто мир к тебе тоже добрее относится. Вообще, мне кажется, Турция очень дружелюбная страна, я понимаю, что есть особенности менталитета, то есть, если человек видит, что можно больше денег с тебя взять, что можно какую-то выгоду для себя поиметь, то он просто воспользуется моментом, но, в общем, если ты внимательно сам относишься, например, я от того, что я не знала языка, то есть первое время я ходила только в магазины, где написаны цены, потому что пару раз я тоже попадала, как и все туристы, на то, что мне продавали очень дорогой кофе турецкий, или там очень многие же покупают очень дорогое мороженое, вот, то есть в этом плане просто ты, ну, как, не знаю, как котенок или как щенок, встаешь за кем-нибудь в очередь, смотришь, изучаешь, смотришь, что ему говорят, какую цену, то есть когда я выучила числительные, в моей жизни вообще стало намного проще, поэтому я предлагаю учить числительные, тогда ты слышишь, какую сумму озвучили человеку, который говорит на турецком, и если вдруг тебя озвучивают намного больше, ты уже можешь что-то спросить, но у нас был такой с подругой случай на рынке, мы очень любим вареную кукурузу, на рынке продают ее невероятно вкусную и дешевую, и на рынке можно торговаться, то есть мы первое время пробовали торговаться, и есть тут цифра 7, она звучит как Эдди, и есть цифра 50, звучит как Элли, и мы перепутали, мы думали, что нам сказали, что кукуруза стоит 50, очень сильно наезжали на продавца, он разводил руками, то есть ничего не понимая, что вы на меня наезжаете, потом мы отошли, посоветовались, посовещались, поняли, что мы неправильно интерпретировали числительные, вернулись, попросили просто миллион прощений, нас простили, и мы купили кукурузу, в общем-то, за 7 лет. Вот, то есть учите числительные, из того, что я могу посоветовать, приезжайте с добрыми, светлыми мыслями, приезжайте с, я очень часто видела какой-то, знаешь, ну, если вот из такого момента, какой-то в людях требовательность, что ли, что если я приехала с деньгами, то вот мне вроде все должны, но мне кажется, что здесь, здесь вообще, знаешь, разница между дорогим кафе, например, рестораном и простой какой-то кафе, в общем, забегаловкой, она очень минимальная, эта разница, потому что ты можешь заплатить, там, не знаю, условно говоря, там, 200 лир за кольца кальмаров, а можешь в соседний кафе за 20 лир те же кольца кальмаров съесть, и разницы не будет, то есть здесь как таковой разницы большой, я не вижу во всем, и чем ты добрее к людям, тем и люди добрее к тебе, например, мы очень любим здороваться, улыбаться, то есть у нас в доме живет хозяин нашей квартиры, то есть он живет над нами, в общем-то, это очень доброжелательный человек, он нас приглашает в гости часто, приглашает на кофе, то есть мы общаемся по переводчику, и просто я заметила по себе, что если я не прихожу с каким-то проблемным видом, да, или проблемными какими-то мыслями в своей голове, то все, в общем-то, очень проходит гладко, единственное, нужно понимать, что в Турции некоторые люди работают шесть дней в неделю по десять или, не знаю, даже двенадцать, может быть, часов, если они видят, что они тебе не смогут что-то объяснить или рассказать, они тут даже не пытаются, они тебе просто говорят, нет, извини, все, и дальше уже как будто твои проблемы, что ты не знаешь язык, ну, пока если еду какое-то дело решать, я останавливаюсь перед магазином, или, не знаю, сим-карту купить, пишу все в переводчике, делаю скрины, потом захожу и сразу показываю скрин, это проще, чем пытаться объяснить что-то на английском в перемешку с русским и так далее, то есть переводчик в помощь, и мне кажется, здесь все классно, ну, и вообще Турция очень интересная, здесь я узнала, когда приехала, что очень много построек именно со времен Троянской войны и очень много крепостей, и очень много руин, очень много античных театров сохранились гораздо лучше, чем где-либо, то есть возле Анталии есть очень много городов, и вот мы собираемся, например, сейчас чуть-чуть теплее станет на улице, и у нас есть теперь в НЖ, можно купить недорогую музейную карту и поездить, посмотреть окрестности, поэтому вот этим мы займемся в марте. Ой, это классная идея, вообще полностью поддерживаю, оно точно стоит того, чтобы ее реализовать, да, там очень круто. Видите, я говорю, у каждого разная Турция, поэтому мне повезло, у меня Турция недорогая. Есть те люди, которые платят за те же самые услуги или за те же самые квартиры огромное количество денег, потому что они не хотят вливаться в местный колорит, то есть им удобно просто написать русский чат, на этом ограничиться, им дали квартиру за тысячу долларов, они такие, да, отлично, нам подходит, все, то есть, когда ты чуть-чуть менее обеспечен, то ты, наверное, более, ну, более открыт, наверное, потому что ты понимаешь, что от этого зависит твое выживание, вот, поэтому, тут пока мы разговаривали, тут постоянно шумел голубь, но он вот сейчас улетел, я хотела тебе его показать, вот, еще очень много котов во дворе, у нас есть тут своя кошка, мы ее кормим, она приходит, мяукает, вот, я ее зову Эй, кот с окошка, вот, и очень часто можно услышать, как она прибегает, но это бешеная кошка, то есть, она бросается под ноги всем людям в надежде, что ее покормят, вот, и, ну, это одна, наверное, единственная кошка в дворе, которая требует прям идти, вот, мы ее кормим часто, то есть, у нас здесь такая атмосфера, наверное, уюта, тепла, доброты, ну, в районе вообще, в принципе, чувствуешь себя очень безопасно, несмотря на то, что дверь, например, ну, там, деревянная, понимаешь, то есть, у меня деревянная дверь, если, турки умеют открывать двери с помощью бутылки Пока-Колы, они ее как-то там, ну, просовывают, и дверь открывается, то есть, очень много людей не забирают дверь, то есть, у нас захлапывается английский замок, и, включив дома, например, и чтобы открыть дверь, у них там есть какой-то способ, очень многие шутят, что, наверное, они в школе этому учатся, в общем-то, открывать дверь с помощью просунутой бутылки Пока-Колы, и, но при этом чувствуешь себя безопасно, то есть, я говорю, у нас там техника дома, и все, и нет вообще какого-то волнения или страха, в общем-то. Спасибо огромное, спасибо за советы, спасибо за уделенное время, и на этом выпуск заканчивается, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, спасибо за внимание, и на этом выпуске, и на этом выпуске. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!